Если кто-то хочет финансово поддержать наш канал, то ссылка на донат в описании. Я могу. О, можно поспорить про политику, так? Нет, смотри. Как нет, истинно разбавится споры. Слышь, можешь слышать меня? А потом ты скажешь твою точку мнения. Давай. Когда был Советский Союз, Сталин, Карабах взял и там Азербайджан. А Сталин, может быть Ленин? Говорят Ленин. Ленин и Сталин это не важно. А, не важно, я понял, уже, да, я понял, вот гениально. А может Хрущев? Может Хрущев? Нет, нет. Ленин. А может Сталин? Вы же говорили Сталин. Нет, Ленин. Ну, и хорошо, Ленин дальше. Стал, Карабах, Азербайджан. А после Советского Союза Карабах мы взяли, потому что это наши земли. Там жили армяне. Ну, так там была автономия, там азербайджанцы, армяне жили мирно. Почему нет? Я сам украинец, живу в Румынии. Слышь, у тебя в ТикТоке видео есть? Да. И ты там вот карту покажешь, что это был древний Азербайджан? Да, это я, кстати, да. Да, я знаю тебе. А сколько лет Азербайджану ты знаешь? Да, много, около тысячи. Слово Азербайджан больше тысячи лет, сто процентов. А сам Азербайджан, это еще Кавказ, Албания, до нашей эры. Это Пирсия там, Альминия. Ты вообще... Ну, смотри. Османская империя, Сельджуки, Сифивитская империя, Аккуинлу и так далее. Это все государственности Азербайджана. Был древний Азербайджан. Нет, независимым Азербайджану не столь это 29, так же, как и Армения. Нет, Армения древний. 29-30. Что? Нет, нет. Развал Советского Союза, Украина, Армения, Азербайджан, Россия получилась независимость. Слышь, почему ты так Азербайджан, Азербайджан? Мне это интересно. Я за справедливость. Я не имею ничего против армянского народа, не имею ничего против культуры и так далее. Я положительно отношусь, но справедливость на стороне Азербайджана. Будем объективными. Слышь, ты читай древние историки, знай, когда кто где бил. А, ты хочешь сказать, что когда-то давно Карабах был Азербайджан? Давно когда? Ну, ты хочешь сказать, что давно, а там Великая Армения, да? Да, там Великая Армения. Ну, был, подожди, подожди, интересно, смотри, хорошо, аргумент мой будет в твою сторону. Была когда-то Римская империя, там, да, омывалась даже океанами, морями, то понятно. И что, сейчас Италия должна претендовать на огромное количество стран, на Турцию, на Хорватию, там, на часть Сербии, на Грецию, да, на Украину, на Румынию. Ты можешь сказать время, когда Карабах бил независимые части Азербайджан? Карабахское ханство, Карабахское ханство, Карабахское ханство, Османская империя, Карабахское ханство, Ак-Коэн-Ло, Сефевиты, Персия можно тоже назвать. Если так взять, Армения бил Персия, когда-то бил Персийским империям. О, видишь, и смотри, да, было когда-то, и сейчас Иран же не претендует на Армению, так, а почему Армения претендует на Карабах? А если так взять, слушай, если так взять, правильно, это Российская империя. Сначала была Киевская Русь, наследники Киевской Руси, это Украина и Беларусь, понимаешь? О, а Москва тогда даже не была основана, Киевская Русь, валюта гривна, понимаешь? Центр Киев, Киевская Русь, тысячу лет назад. Большевики когда-то все взяли, и Армению взяли. Ну да, и Грузию, и... И все, и сейчас все страны независимые. А и Карабах хочет... Не, Карабах, кто признал Карабах? А это не признали, это факт, что не признали. Никто не... Даже почему Армения, почему сама Армения не признала Нагорный Карабах? Потому что это большая политика. Порази, порази, ну вот все говорят, Карабах Армения, Карабах Армения. Почему вы не признали независимость? Более того, вы даже не признали, что Армения часть, Карабах часть Армении. Слышь, если я был президентом Армении, я давно признал. Но это большая политика, брат. Потому что там жили мои предки, там я изродом оттуда. Тысячи лет назад мои предки из Карабаха пришли сюда. Я знаю, где мои предки... Слушай, ну смотри, вот я украинец из Румынии. Знаешь, есть такая Румыния страна? Да, знаю Румыния. Там есть Трансильвания, там есть Север Румынии, там очень много украинцев живут. Но Украина не пытается оккупировать часть Румынии, понимаешь? Слышь, брат, ты можешь говорить время, когда Карабах перед частом независимого Азербайджана? Азербайджанская демократическая республика после развала Российской империи. Там был Азербайджан и даже Занг-Язур был частью Азербайджана. Но Азербайджан сейчас не говорит Занг-Язур. А что ты, брат, слышишь? Посмотри карту. Азербайджанская демократическая республика до Советского Союза, но после Российской империи, между. Между двумя империями, можно так сказать. Видишь? И Карабах... Подожди. Вот смотри. Азербайджан же не говорит, что вот Занг-Язур нужно вернуть. Нет, Азербайджан говорит, мы признаем границу, но вот наш Карабахт, это наш. Видишь, тут справедливость, дело справедливости. Подожди, ты говоришь, это древний, подожди, ты так и не ответил на мой вопрос, который я до этого задавал. Ты говоришь, древние территории Армении. Но вот древние территории Римской империи, Италия же не хочет оккупировать другие страны Европы, там. Францию тоже, Британию, Лондон основан в Римской империи, понимаешь? Слышь, брат, если итальянцы живут там... Подожди, почему Италия не претендует на кучу стран, Рим, Италия, а Армения претендует на Карабахт? Слышь, потому что там живет население армян. Ну подожди, много украинцев живут, я уже говорил, на севере Румынии, но Румыния, Украина не пытается оккупировать эту часть. На севере Молдовы украинцы живут 600 лет, но почему-то Украина не пытается оккупировать север Молдовы. А Куэнлу одна из азербайджанских государственностей. Был частью Азербайджана? Был. Османская империя, азербайджан может сказать, а мы с турками один народ, это наши. Все, независимая Османская империя, вся Армения входила в Османскую империю, Азербайджан входил в Османскую империю, Карабах входил в Османскую империю. может сказать мы с турками один народ и это наши но почему-то азербайджан не говоришь армении нашим говорит вы признаем но карабах азербайджан потому что карабах это у каждого человека есть право самоопределение есть у права народов у которых нету своего независимого государства у армян есть свое независимое государство понимаешь это не имеет сам определение имеет право коренной народу которую нету независимого государства это так прописан закон в ооне азербайджан имеет свое государство армяне тоже имеет карабах по всем законам часть азербайджана и украина стала да и всем странам примерно одинаково по 29 республика нет карабах это часть азербайджана понимаешь или более исторически сказать факты я тебе говорю ты не можешь просто доказать ни одного моего аргумента ты не можешь разбить понимаешь у меня остальная стена логическая ты не можете развить кому принадлежит тоннский люкас украина а где сейчас что сейчас оккупирована российской федерации там так называемый днр и лнр весь мир считает это украина российская агрессия против украины оккупации как россия как китай но вот смотри ты говоришь вот многие армяне говорят россия союзник как что-то за съездники ты говоришь сам при советском союзе взяли отдали территорию часть азербайджана часть турции по твоей же логике я с этим не согласен там история по-другому но по твоей же логике слышь турция кто для нас украины союзник она нас не оккупировала наши земли не это самое не оккупировать сейчас ты знаешь что такое договор и 100 лет уже ну подожди что и что россия и турция союзники россия и турция сейчас союзники ты серьезно это соперники это вряд ли это не на написано так но это так все знают а в каком плане союзники до соперники чего будем объективны с турции это нато понимаешь нато нато и россии не союзники а почему турция россии оружие а что почему нельзя купили российское оружие разобрали теперь есть радиолокационный комплекс который будет против этих с 300 с 400 бороться так это и делается ты хочешь конечно страны на то не могут брать оружие у китая покупать пишем если у тебя соперник украина украина например покупает оружие в беларуси хотя беларуси адекабин можешь слышать я эти соперники да но ты продаешь россия с турцией воюет разве а как соперник есть не пою соперник враги когда воюет а соперники это когда не соперничает кто сильнее так далее кто влиятельный конечно могут ну конечно могут соперники могут и говорит что наше отношение все хорошо все отлично внутри экономически очень много россиян отдыхает в турции понимаешь поэтому как-то рушить отношения прям так полностью на корню это не выгодно это гибридная война гибридная война понимаешь типа дружат но ты типа и параллельно воюет понимаешь это политика гибридная война армения оккупирует чужие территории азербайджанские армения никогда весь подожди а есть четыре резолюции он есть четыре резолюции он они о чем говорят его есть четыре резолюции он который говорят карабах это азербайджан это юридически и политически исторически неотъемлемая часть азербайджана четыре резолюции он понимает 4 а почему армении не развивается не так далее чтобы все хотели в союз армении а почему армении воюет понятно не забывайте подписываться на мой канал кликать на колокольчик слава украине и я шоссе на азербайджан анекдном а а а